Есть несколько видов расчистки. Очень много нюансов, и мы готовы делиться своим опытом. Что нужно будет делать фермеру после такой расчистки? Если вы по бюджету не выезжаете, то есть еще бюджетный вариант. Созвонившись с ребятами, они разрешили, я приехал, посмотрел. Постоянные какие-то поломки, и если, допустим, ломается какая-то из единицы, то у нас, получается, по очереди может встать каждая единица. Ребята, всем привет! Вы на канале Мульчер Эксперт. С вами Антон Хатунцев. Этот видеоролик будет полезен тем, кто планирует расчищать свои старые яблоневые сады, кто собирается расчищать заросшие запущенные сельхозполя. Есть несколько видов расчистки. Первый вид расчистки – это частичное мульчирование и сдвигание в бурты. Второй вид расчистки – это полная выкорчевка, сдвигание и утилизация, то есть мульчирование. Мы часто ездим и обмениваемся опытом с ребятами, кто занимается расчисткой сельхозполей. И на данном поле работают мои друзья. Я приехал посмотреть, какой будет результат работ после раскорчевки и мульчирования старого яблоневого сада. Для того, чтобы сравнить, как вообще качество работы у меня происходит и как качество работы происходит у моих друзей. Созвонившись с ребятами, они разрешили. Я приехал, посмотрел. Здесь у них можно рассказать, какая технология была. По левую руку был примерно такого формата сад. Местами между ряди заросшие сильно, а местами чистые. Ребята изначально работали несколькими единиц техники. Работал гусеничный PrimeTech 300, Merlot 350, Waltra 193 и гусеничный полноповоротный экскаватор. Изначально местами где-то сразу происходила раскорчевка, далее мульчирование более мощной техникой. И после мульчирования Merlot или PrimeTech, они проходили Waltra 193, чтобы добиться минимального размера щепы. Сейчас я вам покажу, что значит остается. Вот смотрите. Остаются примерно вот такие вот палки. То есть корни полностью извлекаются из земли. Дальше они мульчируются вместе со стволом, вместе с ветками. Что нужно будет делать фермеру после такой расчистки. Значит вариант 1 это загнать большой плуг, перепахать. Вариант 2 это загнать большую дисковую уборную милиративную. Диски должны быть диаметром 800 мм или 1000 мм. И пройтись в 2-3 прохода. После дискования, если где-то какие-то палочки остались, допустим вот такая палка осталась, она значит перерубится. Перерубится. И если вы работаете, допустим делаете это все в осень, уходите, ну и в зиму, это к весне перегниет. Ну максимум может быть где-то под землей она еще год будет перегнивать. Но по опыту, после дискования по осени, вот задисковали, к весне уже высаживают, вот если планировался сад, допустим, то высаживался новый сад. Такие работы мы производили в Белгородской области, Старооскол, Федосеевские сады, если кто-то слышал. Вот там сейчас уже высажен новый сад. Какие трудности случаются на таких объектах? Ломается техника. Если деревья диаметры 15, 25, 30 сантиметров, то ломается и PrimeTach ломается, и Merlo ломается. У Merlo, кстати, ребята говорили, сам трактор, ну нареканий, проблем нет, вот именно по мульчерной головке, у них мульчерная фреза стоит с ЭПИ гидравлической подачей, без кардана, без вала отбора мощности. Вот проблемы с мульчерной фрезой. У PrimeTach ребята вот привезли, недавно мы обзор снимали, у него, значит, два дня они вышли, начали работать, и на третий день он уже сломался. По поломкам, я думаю, чуть позже уточню, и в следующем выпуске мы можем об этом рассказать. Сейчас мы облетим квадрокоптером поле, наглядно вы посмотрите, поймете, какой результат получается в итоге. Примите решение и можете обратиться, если наша компания будет занята, мы можем порекомендовать наших партнеров, все мы общаемся, сотрудничаем, и, в принципе, можем вам помочь. Друзья, часто спрашивайте по телефону, плюс-минус примерную стоимость работы. Лучше всего, чтобы определить стоимость работы, это выехать на объект и посмотреть, потому что регионы разные обращаются. И могу привести пример, мы работали недавно в Адыгеи в горах. Есть такие нюансы, как, допустим, речка, проезжать вброд приходится. Бывают, идут дожди. Как только начинаются дожди, работы все приостанавливаются. Бывают, значит, попадаются камни. На камнях у нас идет расход на зубьях. То есть все территории Российской Федерации очень сильно отличаются по цене. Это, возможно, будет Белгородская область. Здесь равнина, сухо, поросль мелкая. Это может быть Адыгея, горная поверхность, камни, дожди, реки. И работа, допустим, будет идти круглый год, но очень медленно. Это может быть Великий Новгород. Из почвы выдавливаются камни. На этих камнях мы ломаемся постоянно. Это может быть Ивановская область, болото. Мы будем в них тонуть. Всякие разные есть нюансы. Поэтому лучше всего обратиться. Выезд у нас бесплатный. Приедем, посмотрим, прикинем по всем нюансам и найдем какое-то среднее решение. Мульчирование – это один из дорогих способов, но эффективный. Если вы по бюджету не выезжаете, не хватает у вас финансов, то есть еще бюджетный вариант. Бюджетный вариант, значит, что он из себя представляет. Происходит полностью раскорчевка территории. И все раздвигается по буртам. Бурты, они выглядят не кучкой, а вдоль посадок. Вот у нас посадка. И с поля выкорчевывается, сдвигается с одной стороны к посадке, с другой стороны к посадке. Возможно, если бурты будут гигантские, то придется еще по серединке. В чем минус этой технологии? Процентов 30 вашей территории будет занято буртами. И вы столкнетесь все-таки с тем, что нужно будет это утилизировать. В каких-то регионах сжигать не разрешается. В каких-то регионах разрешается. Но это будет очень долго гореть. Ветки будут выгорать. Вам придется опять их сдвигать в кучки, поджигать. В корнях будет оставаться земля. Она будет вымываться дождями не один год. Но этот вариант, он бюджетный. Если, допустим, вы готовы пожертвовать площадями, тогда обращайтесь. Поможем. Ребят, мы сейчас были на поле, на яблоневых садах. И я вам показывал качество, выработка, поломочки. Мы сейчас позвоним Максиму. И более подробно у него спросим, как вообще у них выглядит технология работы. Спросим, почему у него стоит, значит, правильный 1300 сломанный. Звоним. Максим, привет. Удобно сейчас тебе разговаривать? Да, конечно. Слушай, ну, ездил я сейчас на поле, смотрел. Расскажи, я, значит, более-менее рассказал о технологии, как вы работаете. Расскажи, может быть, ты более подробнее, более раскрыта. Какая у вас технология? Какая единица работы там в первую, вторую очередь, третью? Какие у вас нюансы, какие сложности, какие поломки, расходники? Вот. И PrimeTach 300, я вот смотрю, он не работает у вас. Мы подъезжали. Давай там сначала по технологии пробежимся. Вот. И как, сложно, не сложно, тяжело дается вам там работать? Ну, с каждым полем у нас индивидуальный подход. Вот. Потому что участки все разной степени дорожности, поэтому приходится применять комплекс мер, да, чтобы привести это в порядок. Если рассматривать вот данное место, где ты сейчас находишься, у нас здесь старый яблоневый заросший сад. Диаметр стволов достигает там до 40 сантиметров. Мы применили следующую тут технологию. Мы поставили экскаватор гусеничный, 20-тонный, со специальной навеской, корчеватель, который подготавливает, ну, делает первоначальный этап. Он, получается, заваливает яблоню, ножницами дробит, режет клыком своим корень и крошит на более мелкие фракции крупные стволы, подготавливает под мощный, большой мульчер мощностью 350 лошадиных сил. Соответственно, этот мульчер у нас после экскаватора убирает толстые стволы, ну, и какие-то ветки, допустим, то, что остается такой. Делает грязную, скажем так, такую работу. Следующий этап, это у нас уже мы применяем более слабые трактора, это Валтеры, там, 200-сильные, или Мерлои, ММ-180Б, которые уже делают зачистку, да, и доводят фракции ЧПы там до мелкой степени. Следующий этап, как бы, это уже дискование земли, да, милиративный дисковый бароной 2-проходы, когда мы рубим оставшиеся там корни, которые остались в земле. Вот, это такая подготовка уже, дальнейший посев. Это вот на одном участке данного поля. Другой участок поля, он более сильно здоровший. Между яблонями выросли там царник, березки, там, всякие там, явняка, акации, да, очень сложное дерево, которое тяжело мульчируется. И нам пришлось добавить одну единицу, это гусеничный мульчер Prime Tech 300. Fire производит этот мульчер. Он уже, получается, выбивает у нас между ряги, между яблонями, чтобы туда мог зайти экскаватор. Экскаватор уже, опять же, корчует. Следом идет 350-й мульчер, Мерло 350Б. И, следом, уже Валтер зачищает. Получается, от 3 до 4 единиц мы должны применить на этом комплексе, чтобы привести это поле в порядок под дальнейшее ведение в оборот. А сколько выработка получается, если, допустим, первый вариант рассмотреть полегче, и второй вариант, который с гусеничным, который выбивает между ядер, выработка, допустим, в день? Скажем так, тяжело, да. Мы еще такую среднюю стоимость плюс-минус не считали, да. И не то, что не стоимость, а выработку, да. Потому что, допустим, экскаватор корчует гектар в день. Гусеничный мульчер пробивает где-то около полутора-двух. Колесные, это тоже около двух гектар. Валтер зачищает, там, в зависимости от фракции, да, грубо говоря, чем больше сделано количество проходов, тем будет чище. Вот. Мы стараемся даже на таких этапах, да, не привязываться к гектарам, а работать посменно, чтобы было меньше рисков, да. Ну, риски, конечно, тут у нас колоссальные все равно, потому что, как бы, очень много проблем с поломкой техники, да. Хоть мы работаем на дорогостоящей импортной технике, да, но дело в том, что она, даже она выходит из строя, потому что мульчировать, это такая сложная работа, постоянные какие-то поломки, и если, допустим, ломается какая-то из-за одна, из-за, ну, из-за, какая-то из-за одна из единицы эти техники, то у нас, получается, по очереди может встать каждая единица. Максим, я вот буквально несколько дней назад, мы снимали выпуск, обзор на PrimeTest 300 в Москве, вот, значит, у Максима, и этот же трактор вот вы привезли, я так понимаю, что он два дня всего лишь отработал, опять поломка у вас? Он же после ремонта сейчас, да, только пригнали его? Да, реально у нас такая проблематичная вот эта модель мульчера, да, у нас каждый раз возникают какие-то поломки. На данном этапе он сейчас, у нас осталась проблема с турбиной и с глушителем. То есть где-то вообще просто уже на 3-4 дня мы, получается, в задерживаемом сроке, да, производства работ, и сейчас следом может стать следующая техника после него. С учетом того, что у нас есть еще собственные силы механиков и так далее, мы как-то быстрее решаем этот вопрос, но там даже если это решать все через гилеров и так далее, это огромные суммы, там, допустим, выезд специалиста, да, и туда обратно, это где-то только 50 тысяч рублей, допустим, да, это без каких-то ремонтов и так далее, без запчастей. Вот, поэтому такая достаточно насосная, я считаю, тематика работы, да, я иногда привожу в пример, допустим, вот если брать, какой-нибудь, если мы берем междугородние перевозки, да, где-то там купил грузовикам за 12-15 миллионов рублей, и ты знаешь, что он у тебя 600 тысяч километров приедет, и у тебя будут затраты только ТО, или возьмем, допустим, там, такси, да, службу, да, 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 покупает домарка, да, легковой автомобиль, который там 200 тысяч, там, 150 проходит, и, в принципе, делается только ТО, какие-то расходники, и где-то можешь планировать свой бизнес, и как бы выстраивать какой-то модель. У нас каждый раз при этом возникает в мальчировании какие-то нюансы, причем нюансы очень дорогостоящие, а проблема в том, что техника в лизинге, да, находится, и на время ремонта ты все равно платишь этот лизинг, несмотря на то, что у тебя простое. И такая, с одной стороны, вроде, кажется, все легко и просто, купил мульчера, поехал, да, работать. Но когда уже с этим непосредственно сталкиваешься, да, то столько много нюансов. Появляется головная боль. А можешь... Да, реально головная боль. Максим, можешь рассказать про модель, значит, Мерло 380, она у вас сегодня в поле работала, вот с ней какие-то проблемы у вас возникали? Ну, смотри, это достаточно... Это, во-первых, первый мульчер, да, который зашел в Россию от компании Мерло, через дилера с Мартем мы получили. Угу. То есть в России в 380-х такой модели нету? Ну, она 350-я, да, 350 лошадиных сил и 350-я модель. Она, получается, ну, в России есть еще одна единица, там, порядка, там, 13-го года, но это рестайлинговая машина новая, тут уже стоит новый мульчер, трактор производит Мерло, навесное оборудование мы приобрели, мульчер Сепи, модель Star Force, да. К сожалению, по мульчеру мы столкнулись с проблемой, да. То есть не с машиной, а с навеской, с мульчером, да? Да, именно с навесным оборудованием, да, у нас была проблема, у нас происходит поломки нижнего шкива. Там какая-то такая интересная конструкция достаточная. Мы вот сейчас с помощью компании Сепи Руси решаем эту проблему, вот. Но вот у нас уже порядка десяти дней было простое машины из-за мульчера. Вот. Поэтому, и опять же, да, там, именно на этой модели она не ходовая, представитель Сепи Руси. Запчастей не было на складе, да. Нам опять приходилось проявлять свою смекалку, наши технические возможности, опыт, которые мы уже получили, и своими силами устранять поломку, чтобы не ждать эту обчасти один-два месяца и детали. Ясно. Поэтому такая история. А по самому трактору как у вас отзыв? Появился или еще рано, наверное, говорить о нем? Ну, на тракторе сейчас порядка 500 моточасов, поэтому, скажем так, пока таких проблем у нас по нему не было, сейчас мы тестируем эту машину, в принципе, она себя показывает хорошо, она под определенный тип работы, она работает с диаметрами, где-то стараемся мы, там, до 25 сантиметров, да, там, допустим, ну, сосны, яблони, иногда позволяем больше, там, до 40 сантиметров мульчировать, там, нормальная производительность. Вот. Поэтому я думаю, что по этой машине можно будет где-то, там, через полгодик еще раз встретиться, поговорить, и уже реально рассказать, как она себя проявит, когда на ней наработка уже будет около полутора тысяч часов. Потому что, допустим, даже если брать относительно прайм-тека фаи, да, то с этой машиной у нас намного меньше проблем, хотя на фаи, там, наработка у нас порядка, наверное, там, четырех с половиной пяти тысяч моточасов. Я считаю, что это небольшая наработка, и мы каждый раз сталкиваемся с какими-то проблемами. Причем даже вот перед тем, как она приехала в Кокочево, мы полностью разобрали эту машину. У нас была проблема по капитале или двигатель. вот, ну, пока она стояла разобранная, мы все, ну, пока он стоял, мы его полностью разобрали и собрали заново, там, заменили, там, какие-то уды, которые выходили из строя. Ну, как бы готовили ее, чтобы подготовить на объект, выйти и рассчитывая на то, что у нас не будет проблем, но они все равно у нас периодически возникают, и, к сожалению, мы уже смирились, понимаем, что от этого никуда не деться. Но при этом, опять же, машина стоит, лизинг нам нужно платить. Ясно. А простое никто не оплачивает. Простой никто не оплачивает, не оплачивает, а, опять же, если у тебя там эта машина работает в определенном комплексе, следом у тебя встают другие машины. Ясно. Максим, ну, спасибо тебе за отзыв, за такую раскрытую консультацию. Будем с тобой на связи, приедем делать обзор, когда Мерло намотает до полутора, хотя бы тысяч моточасов. Я думаю, может, поделитесь опытом уже и отзывом, как себя повел сам агрегат, сама машина. Без проблем, Антон. Мы открыты к диалогу, мы там не рассказываем никому сказки, не говорим о том, что у нас там все легко и просто. Очень много нюансов, и мы готовы делиться своим опытом и рассказывать правду на той технике, которую мы эксплуатируем. Все, Макс, спасибо. Все, всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok